Ну вот первая яблока была в Троице. Собирались в церковище у нас там народ, владёжь собиралась. А в Пекарево? Ну в Пекарево не было. В Пекарево мы бегали туда, в Бузуново, в церковище. А в Церковище раньше церковь была? А я не знаю, была там церковь. Где? В церковище. Церковь? Да. Ну это до войны была. Ну до войны нет. Она как раз там была, это, в честь Троицы, да? В честь Троицы. Ну я не знаю. Я ж после войны родилась уж. Я не знаю. У святых тут была церковь, да? Ну. А тогда что, её разбили? Ну когда немец стал стрелять сюда, а наша высокая церковь, её подорвали наши солдаты. А в войну-ка? А? В войну или нет? В войну, войну. Это чтобы не наводить было, да? Удобно? А не наводили как раз, они стояли вон, сколько там, 5 километров, то ещё раз, а немцы были. Угу. Ну, и стреляли, что артиллерия била. А артир, а, ориентир был на церковь, на церковь. Вот они на церковь целились. Вот, скоро будет освобождение. Угу. А солдаты здесь стояли. Ну и церковь подорвали. Солдаты подорвали. Чтоб не стреляли немец, не бил бы. По лучшему. Терковь красивая была, большая. А на кладбище что было? Вот там и шест... Ну там и на кладбище была, это, часовня. А, там ещё стоят эти, столы. Угу. Часовня была. Я не знала. Ну, как, часовня, как покойника привозят, там постоит он у часовни тут. И потом хороми тоже там отпевают у часовни. А сколько он там стоит? В течение дня, да? Да, нет, в течение дня, ну, момент привезли, поп пришёл, отпел ягодром и в могилку. То есть отпевали рядом с часовней, нет, ну, ещё, я помню, да. Я это, не знаю, я знаю, что нам всё это было запрещено. Ну, это было до войны. Во время войны уже и разбили этот часовень, уже не было. А кладбище взросло так, пусть там, туда же никого не пускали на кладбище, нельзя было ходить. Это только в 60-х годах, когда Хрущёв пришёл, тогда разрешили на кладбище ходить. А вообще, вообще... А почему нельзя ходить? Да, хоронить хоронили, но на кладбище не ходили. Так вот, сейчас вспоминать ходить. А убраться, если на кладбище можно? И не убирали. Вот придешь, пока покойника похоронили, и всё, и пошёл. И что, потом нельзя было и прийти даже? Ну, так ходили сами от себя, а чтобы к галам собраться, такого не было. Тебя там вянки, ну, а что тебя ты, ну, похоронились, в этой поставили, если было у кого. А то ветки какие-нибудь поставили и пошли, и всё. Ну, кладбище-то уже, я помню, как оно заросло было всё. А вот раньше человек умирал, и он в избе оставался, никуда не везли, вот, ну, перед похоронами? У нас никуда не возили. Умер человек, и ложили его сразу, и потом тут же делали в гроб, сами мужики не собирались. И так, перекладывали, везли на кладбище. А тут я не знаю. Ну, как, раньше три дня он стоял. На третий день хоронили, ну, и сейчас на третий день. Ну, где на третий, а так всё... Ну, как у кого получилось. В один и тот же день могут покорить. На третий день хоронили, хоронили, потом всё это, что он лежал, сейчас прямо в гроб ложат. А тогда не ложили, ложили, как говорят, на кут. На кут-то были, пока, пока мы руки сделали в гроб. Пока мужики делали в гроб. А потом уже, когда везти на кладбище, в гроб ставили, покойника ложили в гроб, и везли на кладбище. А кут? А кут это, ну, вот, вот, встали кут. Ну, я имею в виду, что с ним делали? Его сжигали потом или что? Нет, кут он есть, это кут назывался, вот, кут. А, он всегда стоял, да? А это что, лежал покойник? Это собирали всё и сжигали. А что, например, сжигали? Ну, вот, к постели, на которой он лежал. Там солома, сено, за стлам было, чем... И это всё, угроб ложили, а это всё собирали и сжигали. А теперь? Выносили за деревню и сжигали. А утром смотрели, я к кому сама бегала, смотрела. И вот, что удивительно, был след. И вот определяли по этому следу, какой покойник будет в следующей деревне, женщина или мужчина. А как можно понять? След большой, значит, мужчина. След от сожжения? Да, от сожжения. И вот получался след, ну, там не то, что след, а как след, вот такой вот, как пятно. Снег, снега ж были большие тогда. И вот от этого пепла, что сжигали, всё это видно было. И точно сбывалось. Если большой, то мужчина? Да. А если маленький, то женщина? Да, маленький женщина. А вот пока покойник в доме лежит, то около него кто-то должен стеречь? Или люди живут, как жили в это время? Не, ну, почему бы стеречь? Собирались, сидели. Сейчас то не собираются на покойниках. Но днём там делали дела, то что... А вечером все сидели возле покойников. Особенно последнюю ночь. У нас тут была бабка такая, она там читала что-то, какая-то у ей там была. Псалтырь? Ну, наверное, что-то, я не знаю. Она сидела, читала тут все. Сидели, разговаривали там все. Последнюю ночь. А ночью тоже кто-то оставался, сидел с ним, да? Ну, родные там, кто близкий. А по очереди или как? Ну, как получалось. Как у нас вот, допустим, была небольшая хотёнка, так там рожили где-то. Спали. Кто сидел, кто спал. Комин готовили. То есть всегда кто-то у покойника оставался? Всегда были, да. Кто-то был. Кто не спал, да? Не спавляли так, чтобы один был. Теперь закроют и один лежит. А тогда не. А куда пойдешь? Вот мы здесь живем, куда? Поэтому дом тут. И прощаться в дом приходили? Или уже на кладбище? Прощались на кладбище. Кто дома прощался, кто на кладбище. Не ходил. Дома прощались. А так накладываешься. А не было такого, что если, ну, летом, что двери открытыми оставляли? Нет? Нет? Нет. А зачем? Не знаю. Не знаю. Двери, наоборот, закрывали, чтобы воздух не проходил. Чтоб не портился. А когда везли, то кидали что-то с телеги, например? Ну, кидали ветки. Ветки сейчас бросают. А зачем это? Ну, как говорится, чтобы, говорят, покойник дорогу не забывал домой. Чтоб приходил домой. А по каким дням он приходит, считается? Не знаю. Я по каким дням. Ну, на праздники на кем-нибудь, нет? Нет. Нет. Обычно, говорят, что до сорока дней вроде. А чтобы до сорока? Пока душа не подбьется. Зеркала завешивали. Это и раньше завешивали. Но тогда таких зеркал и не было. А чем завешивали? Просто зачем, зачем? Зачем? Ну, нет. Так самому неприятно, когда покойник, в зеркало покойник тут лежит, неприятно. Тупо отражения какого не было. А потом эти сорок дней все равно завешивали зеркала? Первый день пока. Как покойник, а увозит так вот эта трава. А что-нибудь на окна не ставили? Ставили стакан с водой. Полотенца вешали. До сорока дней, что якобы приходит душа, умывается, вытирается. Ну, это уже теперь стали ставить. А раньше не было, да? А раньше не было. Кусочек хлеба ложили. И в усилятых тоже не было, да? В усилятых самих. Кого? Ну, в усилятых самих, чтобы ставили там что-то спиртное. Сто грамм. Это сейчас наши, а раньше это не ставили. Ну, я говорю, что этого не было. Это сейчас уже. Ставили стакан с водой, но воду меняли каждый день. Свежую наливали. Ну, я что-то как, помню, вот. Полотенце висело. И хлеб кусочек. Соль стояла. А ветки кидают какие? В основном в еловые. В лавые? Нет. А почему считается, что это? Не знаю. Понятно. Не знаю.